Доброе утро, Бокертов! Этот материал предназначен для изучающих еврит на продвинутом и очень продвинутом уровне. Сегодня я покажу вам, как легко и просто строится будущее время глаголов ПУАЛЬ, у которых последняя буква корня ХЕЙ. И мы будем говорить о глаголах в третьем лице, то есть он, она, они. Пользуясь случаем, я хочу порекомендовать вам книги, которые я отправляю по почте, то есть печатные издания, словари, которые помогут вам в продвижении изучения еврита. Это словарь аббревиатур, сокращение, юридический словарь, автотранспортный словарь и другие книги. Для заказа и дополнительной информации пишите мне адрес электронной почты, вы видите на экране. Итак, мы будем получать будущее время глаголов ПУАЛЬ из глагола настоящего времени. И я напомню вам, что глаголы ПУАЛЬ это пассивные глаголы от глаголов ПЕЛЬ. Поэтому мы будем сравнивать глаголы ПУАЛЬ с глаголами ПЕЛЬ. Я беру первый глагол МЕНАКЕ. МЕНАКЕ это очищает. Я не буду приводить все значения глаголов, а, например, одно из значений. ПУАЛЬ очищает. Очищается или очищаемый МЕНУКЕ. МЕНУКЕ. Обратите внимание, в глаголах ПУАЛЬ появляется буква ВАВ. Без буквы ВАВ. Это МЕНАКЕ с буквой ВАВ. МЕНУКЕ. Букву ВАВ писать обязательно. МЕНУКЕ. Это настоящее время. И вот сейчас из настоящего времени я получаю будущее время. Я просто меняю приставку МЭМ. Приставка настоящего времени. На приставку будущего времени было МЕНУКЕ. Становится ЯНУКЕ. Он будет очищен. ХУ ЯНУКЕ. Он будет очищен. Она будет очищена. Я меняю приставку на соответствующую приставку будущего времени. Стандартную. У меня получается ТЕНУКЕ. Она будет очищена. ГИ. ТЕНУКЕ. Они будут очищены. Приставка ЮТ. И окончание ВАВ. При этом буква ГИ у нас пропадет. И у нас получается ЯНУКУ. М. ЯНУКУ. Они будут очищены. При этом форма женского рода множественного числа. Она даже в формальном языке в этом типе глаголов не используется. Поэтому я не привожу. Все в форме ГЭМ, а не ГЭН. Мы будем приводить все примеры. Я беру следующий глагол. МЕНАСЕ. И МЕНАСЕ в значении ИСПЫТЫВАЕТ. МЕНАСЕ ИСПЫТЫВАЕТ. МЕНУСЕ ИСПЫТЫВАЕТСЯ. Или, как прилагательное глаголы ПУАЛЬ в настоящем времени используются, я напоминаю. МЕНУСЕ – это ОПЫТНЫЙ. То есть ИСПЫТАННЫЙ. Который получил опыт. ИСПЫТАНИЯ. МЕНУСЕ. И теперь слово МЕНУСЕ. Получим будущее время. Он будет испытан. ЕНУСЕ. У ЕНУСЕ. Он будет испытан. Она будет испытана. ТЕНУСЕ. Они будут испытаны. ЕНУСУ. ЮД и окончание ВАВ. Я беру слово МЕФАНЕ. МЕФАНЕ. Давайте возьмем значение ЭВАКУИРУЕТ. Есть еще и другие значения, но для будущего времени это, наверное, самый популярный перевод. Значение этого глагола. МЕФАНЕ – ЭВАКУИРУЕТ. То есть забирает с одного места, отвозит в другое место. МЕФУНЕ – ЭВАКУИРУЕТСЯ. ЭВАКУИРУЕМЫЙ. И сейчас из слова МЕФУНЕ мы получим будущее время. Он будет эвакуирован. ЕФУНЕ. Она будет эвакуирована. ТЕФУНЕ. Они будут эвакуированы. ЕФУНУ. Приставка ЮД. Окончание У. Я беру слово МЕХАСЕ. МЕХАСЕ – это ПОКРЫВАЕТ, НАКРЫВАЕТ, ЧЕХЛОМ. МЕХАСЕ. ПОКРЫВАЕТСЯ. Или ПОКРЫТЫЙ. Если это прилагательное. Глаголы ПУАЛЬ в настоящем времени – это прилагательное. По моей теории так легко с ними разбираться. МЕХУСЕ. И теперь словом ЭХУСЕ, будущее время, он будет накрыт чехлом УЕХУСЕ. Она будет накрыта ИТЕХУСЕ. Они будут накрыты МЕХУСУ. Все легко и просто. Я беру следующий глагол. МЕЦАПЕ. У этого глагола разные значения. Давайте возьмем значение МЕЦАПЕ, как покрывает каким-то слоем, который тяжело снять. Давайте переведем как ГЛАЗИРУЕТ. Ну, например, ТОРТ покрывают слоем крема. Например. Этот глагол подойдет. МЕЦАПЕ. МЕЦУПЕ. ГЛАЗИРОВАНЫЙ. Или ПОКРЫВАЕТСЯ. ПОКРЫВАЕМЫЙ. ПОКРЫВАЕТСЯ каким-то слоем. Слой, который тяжело снять. Если вы не чувствуете различия между глаголами, например, МЕЦАПЕ и МЕХАСЕ, посмотрите соответствующий материал. Ссылка в описании к этому видео. Итак, МЕЦУПЕ глазируется, ПОКРЫВАЕТСЯ слоем. И из этого слова сейчас получим будущее время. Он будет глазирован. ЕЦУПЕ. Она будет покрыта слоем ТЕЦУПЕ. И они будут покрыты слоем ЕЦУПУ. Я беру следующий глагол МЕЦАНЫ. И МЕЦАНЫ это изменяет. Вносит какие-то изменения. МЕЦАНЫ. МЕЦУНЫ. И вот здесь у нас есть проблема. Что мы должны проверять. Мы можем предположить всегда, как звучит какой-то глагол. Но важно проверять по надежному словарю. Потому что МЕЦУНЫ в современном языке переводится прежде всего не изменяется, как изменяемый, изменённый, а переводится как странный. То есть, если мы задумаемся, странный в данном случае, это в котором есть какие-то изменения. Он не такой, как все. Он странный. МЕЦУНЫ. И это слово используется в основном как прилагательное, а не как глагол в настоящем времени. То есть, учтём. При этом, в будущем времени мы можем построить из этого глагола будущее время. Это нормально будет воспринято. Давайте скажем. Он будет изменён. ХУ ЕЩУНЫ. Она будет изменена. И ТЕЩУНЫ. Они будут изменены. ЭМ ЕЩУНУ. И теперь пример ещё со словом МЕХАКЕ. МЕХАКЕ это ждёт. То есть, у нас встречаются глаголы, у которых нет ПЕЛЬ есть, глагол МЕХАКЕ, а ПУАЛЯ нет. Такое тоже бывает. То есть, может быть, наоборот. Есть ПУАЛЬ, а нет ПЕЛЯ. И мы должны быть готовы к тому, что мы можем предполагать, что есть слово ОЖИДАЕМЫ, ОЖИДАЕЦА. Хотелось бы, чтобы оно было от этого глагола. Но на практике его нет. Не используется такой глагол. Нужно проверять по надёжному словарю, либо спросить кого-то более опытного, у кого словарный запас позволяет уже знать. Я очень надеюсь, что это было полезно и интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Храхли и Траут. До свидания.